Обычно теорему рассказывают для случая k равно 1, но вы сейчас увидите, что и в том виде, в котором она здесь у нас сформулирована, она ничуть не сложная. Если число альфа иррациональное, то для любых натуральных чисел n и k существует не менее k таких точек x, y с целыми координатами, что единица меньше или равна x меньше или равна kn, и при этом для альфа x минус y меньше, чем 1n. Доказательства. Рассмотрим все точки с целыми координатами такого вида x альфа x минус y. Другими словами, берем вектор с координатами 1 альфа и вектор 0 минус 1, ну или если угодно 0,1. И смотрим, какие точки на плоскости получаются при помощи этих двух векторов. Вот если 1 альфа умножить на x, а 0 минус 1 умножить на y, то получается как раз точка с координатами x альфа x минус y. И дальше очень простая идея. Рассматриваем прямоугольник, который задан такими неравенствами. x не больше, чем kn и не меньше единицы, а y от минус 1 второй до 1 второй. Я напоминаю, мы считаем для простоты, что альфа иррациональное число. Утверждение. В этом прямоугольнике в точности kn точек рассматриваемой решетки. Почему? Мы берем любое число x от единицы до kn. Тогда ордината это альфа x минус y. То есть надо найти такое целое число, что альфа x минус y меньше 1 второй. Но понятно, что при известном x такое число единственное. Хорошо. А теперь вот этот прямоугольник разрежем горизонтальными прямыми на n одинаковых по ширине полосок. Тут есть два варианта. Либо число n нечетное, тогда центральная полоска будет содержать в себе отрезок, внутри себя отрезок, когда x от единицы до kn, а y равно 0. Если n четное, то к оси абсцисс будут прилегать две полоски. Так вот, точек всего kn штук. Полосок, на котором разрезали прямоугольник, n штук. Есть два варианта. Либо во всех полосках по ровну, по k точек. И тогда все очевидно. Вы берете полоску, которая либо примыкает к оси абсцисс, либо содержит отрезок от единицы до kn, x и y равно 0. И если вот в этой полоске ровно k штук, то это и есть те самые искомые точки. Вот. Это один вариант. Другой вариант. В какой-то полоске окажется больше, чем k точек. То есть распределиться не поровну. Где-то будет меньше, где-то больше. Тогда мы берем эту полоску, в ней берем самую левую точку из решетки. И, я не знаю, где-то где-то самая полоска лежит. Пусть, например, вот такая вот она узенькая есть. И там какие-то точки, точки, точки в количестве k плюс 1 или больше. Берем из них самую левую. И тогда вот этот вот вектор, это вектор решетки. А если вы решетку сдвигаете на вектор из этой решетки, то она сдвигается как бы себе. То есть все точки переходят опять в точки решетки. Замечательно. У нас, ну, конечно, вот эта точка переходит в начало координат, поэтому она не подойдет. Но точка для этого была как у садная. А все остальные расположены правее. И при этом параллельном переносе мы получаем как раз, что вот эта полоска оказалась у оси абсцесса. И в ней минимум k плюс 1 точка. Повторяю, самую левую точку потратили на то, чтобы она перешла в начало координат. Но хотя бы k осталось. Продолжение следует...